МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения. Ваша информационная программа «Республика». Главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Сельское хозяйство «Локомотив экономики» и Бресинский район подводят итоги работы за полгода. Мастер-класс для мошенников. Бывший полицейский получил 10 лет колонии. Сильные и ловкие чувашские спортсмены привезли более 10 медалей сельских игр. Муниципалитеты республики продолжают подводить итоги первого полугодия. Сегодня о проделанной работе отчитались власти и Бресинского района. Расширенное совещание с активом провел глава Чувашей Михаил Игнатьев. До этого он посетил одно из сельхозпредприятий. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Чтобы получать высокие надои в жаркую погоду, аграрии переводят коров на специально подготовленные пастбища. В сельхозкоперативе «Красный партизан» буренок содержат на лугах, обогащенных витаминами. Такой рацион сказывается на продуктивности. Только в прошлом году здесь получили более 1200 тонн молока. Это хозяйство, отмечает глава республики, выбилось в рекордсмены. Николай Михайлович, я сейчас с руководителем хозяйства переговорил, они в прошлом году получили прибыль. На постоянное поголовье коров хотят выйти на 400 голов. Растут и качественные показатели, это продуктивность коров, и общий объем производства молока. Он задачу перед собой поставил вместе с своим трудовым коллективом. Полтора тысячи тонн молока по году он хочет выйти. Это хороший, значимый показатель для нашей республики. Вообще сельское хозяйство – локомотив экономики района. В этом году и бресенские аграрии намерены реализовать крупные инвестиционные проекты. В одном из сел будет возведен новый животноводческий комплекс. Глава республики ставит задачу вести в оборот залежные земли. Эту работу в районе планируют завершить в ближайшие годы. Проведена работа по освоению залежных земель на площади 3216 гектаров. Под урожай 2016 года в сельскохозяйственных организациях и крестьянской ферме сельскохозяйственного района зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 8027 гектаров. 101% к уровню 2015 года. Село по району в этом году предстоит убрать 2319 гектаров озимых и 5707 гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур. Картины муниципалитета не красят долги за газ. Решить эту проблему в администрации района намерены в сжатые сроки. Составляем графики погашений и регион газ соглашается на данном этапе. Следующий отопительный сезон мы завершим без долгов за газ. Властям района Михаил Игнатьев рекомендовал сделать ставку на развитие малого и среднего бизнеса. С каждым годом муниципалитет становится более привлекательным для инвесторов. Самая главная наша задача – качество работ, качество подрядных работ, качество дорожного строительства и эффективность использования бюджетного рубля. Вот эти ключевые задачи перед собой мы ставили и будем ставить. Глава республики проинспектировал и ход подготовки к новому учебному году. В Абресинской школе номер один работы уже завершились. За последние пять лет здесь отремонтировали спортивный зал и кровлю, закупили новую мебель и компьютеры. Все, что вот здесь есть, у нас принтеры, компьютеры, экран. Все у нас выдается по программе ФГОС. Было это дано школе. И парты тоже школьные были даны нам тоже также с республики. На рабочей встрече с главой администрации района Михаил Игнатьев поставил задачу завершить ремонт в школах до 25 августа. До конца этого года муниципалитет должен отсчитаться и о реализации программы капитального ремонта домов. Медрик Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. Сегодня же Михаил Игнатьев подвел итоги социально-экономического развития Красноармейского района. Глава республики посетил и поля колхоза Красная Сормова. Сейчас на сельхозпредприятии активно заготавливают плющеное зерно. Для этого аграрии приобрели специальную установку из Финляндии. Процесс непростой. Для получения высококачественного корма необходимо строго соблюдать технологическую цепочку. Специалисты говорят, что в отличие от обмолоченного зерна, плющеное лучше усваивается коровами. После заготовки оно сохраняет все питательные вещества. В хозяйстве Красная Сормова эту технологию применяют уже не первый год. Глава республики обсудил и дальнейшие планы аграриев. В этом году здесь рассчитывают убрать более полутора тысяч гектаров зерновых культур и увеличить поголовье дойного стада. Подробнее о рабочей поездке главы региона в Красноармейский район мы расскажем завтра в информационном выпуске. Сегодня, 4 августа, истекает срок, в который администрация города должна устранить нарушения по предупреждению Федеральной антимонопольной службы. Речь об участке земли под колесом обозрения, который этой весной поставили на Красной площади Чебоксар. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в Уфас. Ведомство подвело итоги работы за первое полугодие. Возможность увидеть Красную площадь и ее окрестности сверху у чебоксарцев появилась в начале мая этого года. А уже к концу месяца стало известно, аттракцион установлен незаконно. Когда мы по жалобе предпринимателей выяснили о том, что колесо обозрения находится на территории Красной площади, при этом никаких процедур конкурсных на размещение этого объекта не проводилось городом. При этом нам утверждали о том, что никаких доходов не извлекается. Просто по договору безвозмездного пользования передано автономному учреждению, парк 500-летия. Между тем, цена билета на колесо кусается. Семье из трех человек удовольствие обойдется в 600 рублей. Если предупреждение администрации города проигнорируют, ведомство выдаст уже предписание и возбудит антимонопольное дело со всеми вытекающими. Виновникам будет грозить штраф, а что ждет сам аттракцион, специалисты Уфас однозначного ответа не дали. Закон о защите конкуренции фигурировал в еще одном громком деле. Осенью прошлого года Уфас заподозрил Минприроды Республики и компанию управления отходами в необоснованном росте цен на сборы и вывоз мусора. Однако ситуация складывается не в пользу монопольщиков. Всего в первом полугодии 2016 года Уфас рассмотрела 385 заявлений по признакам нарушения закона о защите конкуренции. На 34% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Мы здесь видим именно две причины значительного сокращения. Первая – это стабилизация ситуации на рынке цен продовольственных товаров и относительная стабилизация на рынке ОСАГО. Кроме того, с начала этого года Уфас и Роспотребнадзор четко разделили полномочия и, соответственно, обращения, которые поступают от граждан. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин, республика. Колония строгого режима и 10-ти миллионный штраф. В Чувашии вынесли приговор в отношении бывшего полицейского. Его осудили за ряд преступлений коррупционной направленности. В феврале 2014 года оперуполномоченный отдел экономической безопасности и противодействия коррупции обратился к одному предпринимателю и, представившись частным лицом, предложил помочь вернуть изъятое игровое оборудование за 50 тысяч рублей. После чего пришел к своему руководству и сообщил, что предприниматель сам предложил ему взятку. Также материалами уголовного дела установлено, что в 2014-2015 годах тот же полицейский через своего сообщника требовал от того же представителя фирмы денежные средства в размере 1 миллиона рублей. Он ввел потерпевшего в заблуждение относительно того, что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Хотя еще в 2013 году по данному факту органами внутренних дел уже было принято законное обоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, вскрылись факты получения взятки в размере 250 тысяч рублей от двоих предпринимателей. Эксполицейскому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 10 миллионов рублей. Кроме того, он лишен специального звания лейтенант полиции, а также право занимать государственные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года. Его сообщник признан виновным в покушении на мошенничество. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 20 тысяч рублей. Факты противоправной деятельности осужденных были выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей Следственного комитета, а также сотрудников управления ФСБ по Чувашской республике и республиканского МВД. Приговор пока не вступил в законную силу. Понятно, что таким блюстителям порядка и законности в кавычках в рядах полицейских не место. Кого же берут на работу в органы внутренних дел, рассказали сегодня в МВД по Чувашии. Сейчас в органах внутренних дел Чувашии около 250 вакансий. Только в патрульно-постовую службу по всей республике требуется 30 человек. Также не хватает сотрудников в уголовный розыск и подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, службы участковых. В этом году к МВД присоединили Федеральную миграционную службу и службу по контролю за оборотом наркотиков. Однако не все сотрудники этих ведомств согласились перейти на новую работу. Требования к соискателям, тем не менее, очень серьезные. Это наличие высшего юридического образования. Кроме того, у нас есть определенные ограничения при приеме на службу. Самое главное, конечно, чтобы кандидат на службу не был судим, не привлекался к уголовной ответственности ранее. Кроме того, есть ограничения, что может быть недееспособным или ограниченно недееспособным по решению суда. Наличие определенных медицинских противопоказаний. Отказы от прохождения процедуры допуска. Близкое родство с государственным служащим. Наличие гражданства иностранного государства. В общих чертах у нас на службу принимаются в органы интернет-дела граждане вне зависимости от национальности, раз, как говорится, возраст от 18 до 35 лет. Рассказали и о соцпакете. Это выплаты за выслугу лет, учебные отпуска, длительный отпуск, возможность отдохнуть в ведомственных санаториях. С 2012 года сотрудники МВД могут получить жилье и денежную выплату на приобретение квартиры. На встрече решили активнее сотрудничать с высшими учебными заведениями, которые готовят юристов. Чебоксарская начальная школа номер 2 получила федеральный грант Министерства образования по программе поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования. На сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. На что будут направлены денежные средства, узнаем из следующего репортажа. Здесь у нас и сурсоводами выступают, наши дети. Они, конечно, советуют выбирать направление деятельности. Это знаходят выдающиеся люди, лица нашего государства, которые оставили такой неизладимый след, прежде всего, в становлении российского империи и, конечно же, нашей советской истории. Директор учебного заведения с гордостью показывает картинные галереи, которые расположились в коридорах. Каждая со своей тематикой. В начальной школе номер 2 реализуется проект «Школа новых возможностей». Ребята не только получают необходимые знания, но и развиваются в других направлениях спортивных, танцевальных, языковых. Здесь создана уникальная образовательная среда. За это нововведение учреждения удостоилось государственной поддержки по лоту стартап в образовании. Из 58 участников выбрали всего 10. Чебоксарская школа была шестой в рейтинге. Для нас, прежде всего, это, конечно, рывок такой степени, серьезный, для того, чтобы мы уже соответствовали самым лучшим школам России и мы понимали, каким образом качественные образования будем давать и как результат ребенка возрастет, прежде всего. Наша философия школы заключается в том, что начальность школы это некое такое пространство, где мы готовим детей, маленькие детишек, это личности яркие, изучаем их интересы однозначно, их запросы, запросы прежде всего ребенка. Грантовые средства направят на улучшение образовательной среды, повышение квалификации педагогов, оснащение кабинетов. В Чебоксарах немалую школу, которые участвуют в конкурсах различного уровня. В этом году денежные средства получили 5 образовательных учреждений на сумму около 2,5 миллионов рублей. Система грантовой поддержки дает большую возможность поощрить лучшие передовые педагогические коллективы и также реализовать новые социальные проекты. С этого года администрация города проводит целенаправленную методическую поддержку. Наша школа ведет подготовку этих школ к написанию грантов и, естественно, к их выигрыванию. Срок реализации грантовых программ один год, но работа на этом не заканчивается. Проекты будут продолжены уже за счет собственных средств. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклиф, Республика. Национальное телевидение Чувашии в этом году готовится отметить первый серьезный юбилей. Пять лет. Праздник мы хотим разделить с друзьями, а потому объявляем конкурс Чувашия, моя республика. Вы живете в Чувашии и любите свою родину. Вам нравится природа и архитектура, современность и ее история. И вы хотите всем рассказать о своей любви. Национальное телевидение Чувашии объявляет конкурс видеороликов Чувашия, моя республика. На конкурс мы принимаем видео, где вы рассказываете в стихах о нашей республике. Например, так. Знаете ли вы такой народ, у которого сто тысяч слов, у которого сто тысяч песен, и сто тысяч вышивок цветет? Приезжайте к нам, и я готов это все проверить с вами вместе. Или в прозе. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа неразделимый, вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных мус. Куда бы нас не бросило судьбина и счастье, куда бы не повело, все те же мы. Нам целый мир чужбина. Отечество нам, царское село. Пришли видео на адрес НТРК-видео собакамайл.ру и смотри себя на национальном телевидении Чувашии. Еженедельно мы будем подводить промежуточные итоги, а 1 октября выберем победителя. Авторы лучших роликов получат ценные призы и станут героями большого фильма о Чувашии. Положение о конкурсе и полные правила, читая в группе национальной телерадиокомпании Чувашии ВКонтакте. Медали с 8 видов состязаний привезла сборная Чувашии со всероссийских летних сельских спортивных игр, которые проходили в Саратове. Этот результат позволил нашей команде попасть в тройку лидеров в своей региональной группе. Успешное выступление спортсменов не осталось незамеченным. Сегодня все участники соревнований получили подарки от отраслевых министров республики. Отбор в команду республики прошел, как выяснилось, более чем успешно. На всероссийских сельских играх наша сборная была представлена в 11 видах спорта из 17 включенных. По итогам выступлений на счету спортсменов 10 медалей разного достоинства в индивидуальных состязаниях, серебро в перетягивании каната, многоборье среди семей и бронза в легкоатлетической эстафете. Итог. Третье место в региональной группе с численностью сельского населения до 600 тысяч человек и шестая строчка среди почти 70 регионов участников. Наказ или поручение главы, который на открытии республиканских сельских игр пожелал вам успешного выступления и войти в тройку призеров всероссийских соревнований. Вы выполнили. За это вам огромное спасибо. Действительно, наверное, за последнее время столь успешного выступления у нас на всероссийских сельских играх не было. Огромное количество медалей. Команду Чувашии представляли 39 спортсменов. Все они получили благодарственные письма и билеты на концерт. Победители и призеры в своих видах состязаний получили еще и ценные подарки. Электропечи, бензопилы, ТВ-приставки и многое другое. Подобные встречи проходят ежегодно и лица некоторых участников уже знакомы. В 12-й раз я выступаю в этом году. Это получается на зимних и летних сельских играх. Начала я защищать честь Чувашской республики в летних сельских играх по русской лапте. Я сейчас думаю, в зимние тоже попаду в зимние сельские игры по зимнему палеотлону. Шесть лет мы выигрываем первое место на республиканских соревнованиях на приз главы. Сельские игры несколько лет подряд выигрываем. Республиканские, всероссийские в этом году выиграли второе место. Ну вот, стараемся по вечерам после работы выходить, тренироваться, играть. Какой-то день дартс покидать, какой-то день выйти, побегать эстафету, сходить в бассейн поплавать. Теперь участники всероссийских летних сельских игр с нетерпением ждут зимних. Они пройдут в феврале следующего года. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. И в завершение выпуска видео, которое мы получили в рубрику «Мобильный репортер». Сейчас в Республике установилась аномально жаркая погода. В лесах Чувашии установлен четвертый класс пожарной опасности и жара, похоже, не собирается отступать. Каждый находит свой рецепт, как охладиться. В объектив камеры таким образом спасался от жаркой погоды. Причем машет собака не платочком, как может показаться, а языком. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова